В Николаеве транспортный коллапс. Сотни грузовиков скапливаются в километровые очереди на обочинах дорог в ожидании своей возможности попасть в порты города. Из-за высокой температуры фуры не могут передвигаться по территории города днем, а потому вынуждены скапливаться в очереди и отстаиваться на обочинах трасс. То есть при температуре 28 градусов, транспортное средство, масса которого превышает 24 тонны, движение его запрещается. А кто-то производит осмотр машин, взвешивает их, нет ли перегрузов, есть ли какой-то здесь пост, который бы проверял их вес? Нет, но тут нет. Дальше вот стоят, они не мешают, но конкретно вот этот участок, вот остановки до поворота, он мешает очень сильно. Я буквально, чтобы встретить остановку, я стою на полдороги. И помимо этого ездят фуры, ездят машины, ну как-то не очень комфортно. А когда они разъезжаются отсюда? У них пик 9 часов. В данный момент мы находимся на улице Железнодорожной, где жители частного сектора вынуждены терпеть вредные выбросы и шум от машин, которые стоят под их окнами. Ну, невозможно просто. Кошмар какой-то. Воздух, я же говорю, нельзя. Ночью бы открыли, форточки были, все, уже прохладный воздух. Они и ночью ездят? Да, всю ночь, и день, и ночь, и день, и ночь. Круглый год. Ну, зимой, может, чуть меньше. А сейчас вот урожай собирают, видать, колонны идут. Фуры стоят под окнами людей сутками в ожидании своей возможности попасть в порт, который находится позади нас. До Миколайва вантажівки потрапляють зі сторони Києва, Херсона, Одеси по Варійному, Варварівського мосту та Збаштанського напрямку. Фури прямують до підприємств, рассташованих в акваторію Миколаївського морського порту. Зокрема, перевантажувальний термінал підприємства Нібулон, а також до терміналів Бунге, Нікатера та Эвері. Через відсутність відстійників в вантажівки для розвантаження чекають своє черги на узбічах трас, а також, зокрема, на вулицях Залізничній, Космонавтів, Новозаводський та Турбінній. Стоїм долговато. А ви ще ждете на розгрузку? Да. Сколько примерно по времени здесь уже? С утра. А вас часом с восьми, наверное, от оптового рынка занимали очередь. Вас не пускают из-за температурного режима? Нет, за температурным опустили, мы успели. Очередь большая. А вы откуда везете сейчас груз? С Херсонской області. Это зерновые? Да. А примерно сколько здесь еще вот так вот машин скапливается? Як я понимаю, ще вот в ту сторону машины скапливаются? Я не знаю, много. Ну а вот как-то решается эта проблема? Ведь, как я понимаю, вы каждый год так стоите здесь. Да. И за это время? Да, одно и то же. Только, мне кажется, бывало еще и похуже. Почему у нас портовый город, самые плохие дороги, а вся Украина возит сюда? Поедешь туда западное направление, дороги везде делают. Полтаву делают, а нас почему-то никому не надо. Да. Почему так? Вы, в принципе, ездите по всей Украине, только вот дорога такая, только у нас? Самая хуже у нас, Николаевская область. Ну а там Херсонская, Одесская, это что же порты? Ну вот, на Мельтополь делают новую дорогу. Делают. Херсонская область. А у нас что-то не очень. Вот на Баштанку я не знаю, как к людям добираться вообще. А все видите, наоборот, винят, что вот фуры разбивают эти дороги, фуры давят этот асфальт. Вот что, виноватые перевозчики? Не, ну я не знаю, может и мы виноватые, конечно, я не спорю. Но мы больше всего и налога платим по солярке, если разобраться. Мы же заправляем тоннами. Сколько переплачиваем, я не знаю сейчас за литр. Субтитры сделал DimaTorzok